В Восточном Иерусалиме прошли похороны 17-летнего палестинского подростка Мохаммеда Абдухдейра, который был похищен и убит два дня назад. На церемонию прощания с юношей собрались тысячи палестинцев. Его тело, завёрнутое в палестинский флаг, пронесли по улицам города на кладбище. Подростка хоронят как мученика. Полицейские не сразу отдали тело Мохаммеда родным. До сих пор не озвучена и основная версия его гибели. Мальчик был похищен в минувшую среду утром из восточной части Иерусалима. Потом его обгоревшее тело нашли в лесопарке в другом районе города. Со дня смерти подростка в Иерусалиме сохраняется напряжённая обстановка. Разгневанные его убийством палестинцы забрасывают камнями и петардами израильских полицейских. Те отвечают им резиновыми пулями и слезоточивым газом. Стрельба слышалась и во время церемонии прощания с мальчиком. Палестинцы обвиняют в убийстве Мохаммеда израильтян. Они считают, что это месть за смерть трёх израильских подростков, чьи тела были обнаружены в понедельник на западном берегу реки Иордан. На похороны убитых, прошедшие во вторник, пришли тысячи человек. Власти Израиля обвинят в убийствах палестинскую группировку «Хамас». Однако представители группировки отвергают все обвинения. Ранее в связи с угрозой возникновения беспорядков полиция Иерусалима ограничила доступ мусульман комплексу мечетей Алякса на Храмовой горе в Старом городе. Было принято решение допускать на молитву лишь мужчин старше 40 лет, имеющих израильские удостоверения личности. Для обеспечения безопасности к Храмовой горе, а также в район, где жил мальчик и где его похоронили, стянуты тысячи полицейских. Убийство палестинского подростка осудили и Палестина, и Израиль. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал убийство отвратительным и заявил, что распорядился о проведении срочного расследования его обстоятельств.